Активисты БРСМ и пионеры Гомельщины в рамках акции «Счастливое лето» стали помощниками выротовальников. Подлетки плануют провести шарах профилактических мероприемств. Первое из них отбылося на халонном пляже областного центра. На початку группа активистов прошла подрыхтовка у сопрацовников городской выротовальной станции МНС. Капотом донести корыстную информацию на ведбольникам пляжу. Даручи такие акции, особливо актуальные, миновиты зараз. Успякоту, колькость отпочивающих каля водоемов повеличивается в некольки разу. В период повышения температуры для работников освод наших спасательных станций, постов по всей области, они наиболее напряженные. Потому что в этот период все граждане устремляются к водоемам, купаются как в местах для этого предназначенных, так в местах и непредназначенных. И поэтому все это создает обстановку, которая порой приводит к несчастным случаям. Как продухелить такие выпадки, подлетки раздавали на ведбольникам пляжу буклеты с правилами безпеки. Только за первую годину акции их отримали каля 200 человек. А кроме этого им пропоновали сфотографоваться с профилактичными табличками и выкласти свои фото у интернет. Как до проблемы протягнуть увагу еще большей колькости людей. Мы считаем, что непосредственно метод подачи информации равный обучает равного. Когда пионер приходит к пионеру, член союза молодежи подходит к такому же молодому человеку и рассказывает о безопасности, а не когда приходят какие-то официальные лица. Мы считаем, что это, наверное, наиболее продуктивный способ. Поэтому мы вначале обучаем, а дальше идем массы. И на доступном языке для молодежи и детей рассказываем о безопасности на воде. Дарыши протяглость гэтага пляжу складая каля километра. Усяго же гомеля наличвается 8 обсталяванных для купания местов. У в области больше за 40. На их дежурать медики и супрацовники выротовальных станций. Кожный прационный день для гэтых людей непродказальный. Тут уже у початку смены настроиваются быть готовыми до усяго. Калежь доводится ротовать человека, задумываться про серьезность ситуации не мочасу. Кажуть, у момент здоровья яны просто выконывают свою працу. Дарыши, колькость житов, выротованных Владимиром Чистовым, сегодня уже вылечается сотнями. Он працует водолазом 22 годы. А пошний выпадок отбылся тыдень тому. У вечера на станцию поступил звонок про то, что в районе оглядной вежи тонет человек. Уличенная хвилина дежурная змена прибыла до места здоровья. Река там имеет широкие просторы. Ну и волнение началось. Мы как бы его не заметили. Заметили руки в воде. Но руки уже такие, тонущего человека, человек уже погружается под воду. Успели. Получилось так, что я схватил его за руки, а мой напарник держал меня. И не пришлось за ним нырять. Но уже человек практически еще бы какая-то минута или две, и он бы уже оказался на грунте. Не появись мы там в тот момент, того молодого человека уже бы не было. В уголе Гомельской области, дякуючи праце, вратовальникам селета удалось попередить больше, как 3000 несчастных выпадков. Однако и сумная статистика так сама ведется. Загинувших селета наличивается 18 человек. Про это все трагедии отбылся на необсталяванных пляжах. До речи зараз разглядается пытание об измацнении жорсткости покарания закупания у необсталяванных в местах. Покуль же помер штрафу за такое порушение, складая от одной до трех базовых величин. Есть такая хорошая пословица, что спасение утопающих, деклары самих утопающих. Поэтому можно ужесточить законы и так далее, и суммы штрафов. Но понятно, что ни любой штраф не вернет жизнь человека, который погиб там либо в воде, либо погиб там на пожаре. Поэтому соблюдение личной мер безопасности – это залог к тому, чтобы уменьшить это количество несчастных случаев, как на воде, как и в других чрезвычайных ситуациях. Дарочи деля ГТМ-ты юные жахары Гомельщины будут инструктовать отпочивающих до конца лета. А кроме пляжа, такие же открытые уроки я не проведусь и у оздоровленших установок.